девочки смотрите мы приехали в торжок и вот здесь вот такой магазинчик торжокские золотошвеи еще есть здесь недалеко музей может быть мне удастся попасть на экскурсию хотя у нас в торжке всего один день и смотрите на память себе купила вот такую косметичку вот такая вот прелесть золотое шитье и стоит недорого вот эта косметичка стоит тысячу тысячу сто по моему там разные цены от дорогих до недорогих в общем вот такую я выбрала мы с вами находимся в музее магазин музей торжокские золотошвеи снимаю подробное видео но монтировать буду когда приеду домой здесь чего только нет девочки здесь можно ходить бесконечно конечно я себе на память что-нибудь выберу платки ну что девочки я попала на мастер-класс и вот такой магнитик вышел торжок и получила вот такой вот сертификат торжокские золотошвеи жалко только я очки мощные не взяла в машине оставила в этих мне сложно было работать но сейчас мы с вами еще пойдем в музей видео там снимать нельзя а фото сделать можно будет поэтому фотографии вы потом все увидите но я кое-что вам расскажу что там было в этом музее но в общем клёво я даже не ожидала что здесь есть мастер-классы и что я своими руками сделаю вот такой вот магнитик называется торжокские золотошвеи вот здесь правда мне еще сейчас подсохнет и кантерярским ножом кожу нужно будет подрезать вот в общем вот такой у меня теперь есть магнитик смотрите какой большой станок смотрите какой большой станок и вот здесь вот объемная вышивка так свет падает смотрите вот так сначала наносится рисунок а потом делается объемная вышивка это все девочки ручная объемная вышивка посмотрите на эту вышитую рукавицу мне очень понравилась история про эту рукавицу в старые времена девушки вышивали вот такую рукавицу и когда им а пора уже было выходить замуж приходили женихи и стояли девушки и закрывали лицо вот такой рукавицей и парень выбирая девушку обращал внимание на вышивку и какая вышивка ему понравилась ту невесту он и выбирал то есть на лицо девушки парень не смотрел он смотрел на ее золотые руки и это очень ценилось да сейчас конечно уже ручной труд не так ценится но мне вот эта история понравилась девочки все таки в нашем увлечении есть что-то что-то необычное ценное и в наше время надеюсь тоже есть ценители наперски здесь в торжке очень много наперсков я разных купила в других городах приходится их искать а здесь их продают сувенирных магазинах потому что это символично так что девочки вышиваем не покладая рук и будет нам счастье и семейное в том числе мы с вами находимся в музее пояса вот такой огромный пояс вышитый золотошвей и сейчас на экскурсии нам расскажут что это означает и откуда пошла такая традиция вот он самый большой пояс здесь молитвы написано пояс 12 метровый в вы в в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сувениров, особенно наперсков, очень много. И, кстати, цена у них не очень дорогая. Колокола. Мы с вами на смотровой площадке. Вот такой старинный мост здесь. Красивый вид. Погода супер. С погодой нам везет всю дорогу. Ну, дождь чуть-чуть прошел, а так, в принципе, свежо, хорошо, не жарко. Сейчас на мосту сфоткаемся. И поедем дальше в Санкт-Петербург. Мы сейчас с вами в одном из старых сооружений торжка. Это Борисоглебский монастырь. Монастырская трапеза здесь, кафе. А также экскурсии по монастырю проводятся. Но мы сегодня посетили уже много экскурсий разных. Просто сейчас сделаем фотографии. Зайдем внутрь, если разрешат поснимать. А также вот здесь есть лавка тоже сувенирная. Сделаем фото и поедем дальше. На этом наша экскурсия по Ташку заканчивается. И дальше мы с вами едем в Санкт-Петербург. Без меня не вали! Если вам нравятся наши видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Мальчик тоже старается для вас контент снимать. Не пожалейте для него лайк. Всем привет! Мы приехали в Петергоф. Так, мне нужны наперстки сувенирные. А дальше мы идем гулять. Там еще Кронштадт недалеко. В общем, мы будем вечером здесь гулять. Только завтра поедем в центр. На целый день уже туда поедем. А такие тихенькие, спокойные городочки прям в самый раз для нас. Вон сколько сувениров. Пойду искать сувенирный наперсток. Я уже купила магнитики. Но мне бы желательно наперстки. Или монеты. А лучше и то, и другое. Здесь, конечно, сувениров, ребята. Глаза разбегаются. А уж наперстки... Ну, это просто восторг. Тут каких только нет. Мы приехали сегодня уже поздно. А фонтаны без 15,8 выключают. С собачкой туда нельзя. Моя сладкая собачка. Поэтому мы ждем вот здесь вот папу. А папа пускай идет, погуляет, посмотрит фонтаны. Я когда-то была в Петергофе уже, а он не был. Но поскольку мы здесь живем рядышком, мы сюда еще приедем. Тогда Тимур меня подождет, а я схожу. Так что пойдем, Рича, к папу ждать. Ребята, теперь я иду гулять по парку. Тимур погулял, теперь я. С собачкой нельзя, вы уже знаете, да? Но времени у меня 15 минут. Через 15 минут отключаются фонтаны. Они отключаются без 15,8. Честно говоря, я думала, что в темноте они подсвечиваются. Поэтому сейчас полюбуемся красотой. Сделаю фоточки. Ну, честно, 600 рублей входной билет. Мне кажется, это дороговато, чтобы погулять по парку. Экскурсия, к сожалению, не входит. Ну, ладно, что теперь. Когда я здесь была, не было видеокамер. Но были фотографии. Они были черно-белые, не передавали эту красоту. Ну, а теперь я вам ее поснимаю. Погода супер. Прохладненько. 20-21. Солнышко сегодня было. Для Питера шикарная погода. Сейчас выключат фонтаны. Мы с 15,8. Но мы успели. И Тимур успел зайти посмотреть. И я успела зайти посмотреть. Поснимать. Всем вам передаем привет. Из Петергофа. Мы живем здесь недалеко. 10 километров отсюда. Нам очень нравится этот район. Сейчас едем в Крамштадт. Там вечером, говорят, очень красиво. Представляете, позавчера вечером мы еще были в Москве. Мы выехали из Москвы. Нужно сюда было доехать 700 километров. Вчера мы гуляли по Торжку. Я посетила две экскурсии. Торжокские золоташвей. Мастер-класс посетила. Сувенирный магазин. Купили сувениры. И это было вчера. А сегодня мы уже гуляем по Питеру. Представляете, какая у нас насыщенная и обширная программа. Сколько информации. Хорошо, что я все снимаю. Ну, я и так, правда, запоминаю. Но даже не верится, что мы каждый день в разном городе. Это же здорово. Нет ничего лучше путешествия на автомобиле. Все можно посмотреть. Везде можно остановиться. На поезде так не путешествовать. Вот сейчас постепенно фонтаны перекрывают. Вот этот главный перекрыли. И сейчас вот наверх пошел туда. Рабочий сейчас будет вон те фонтаны перекрывать. И станет тихо. Вот там в парке. Тимур с Ричиком ждут меня. То я ждала Тимура. Теперь они ждут. С папой Ричик себя ведет спокойнее. Со мной ругается иногда на прохожих. Узнал. Узнёль. 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 Моя сябока. Ты моя сябока. Пачкаешь меня? Ну, идем. Идем. Мы сейчас приехали в Кронштадт. И вот такой тут итальянский пруд. Пушки стоят. Там причал. Катер. В общем, сейчас отсюда эфирчик запустим. Блогера ждем. Привет. Мы катаемся. По Питеру. Хотим проехать в Петропавловскую крепость. Ну, не знаю, сегодня успеем. Нет. Да. На экскурсию, не знаю, успеем, не знаю, нет. Через 300 метров поверните направо на набережную реки Мойки. Вот мы сейчас по городу катаемся в Питере. Все-все дома старые сохранились. Вообще новых нет. Все отреставрированы. Лепка везде есть на всех этих домах. Обновили старые здания. Они испортили адмиралтейский центр. Торговый. Да, они если новую строят, то под старину, да? Это в гостинице адмиралтейства. Командировки служебной был. Вот впереди здание адмиралтейства. Через 300 метров поверните направо на адмиралтейский проспект. О, я угадала. Петропавловская крепость. Но парковаться тут вообще негде. Там он один пешеходный мост, но он от нас теперь далеко. Парковок нет. Мы приехали к Казанскому собору посмотреть место для встречи. Ну да, здесь лавочки есть. В принципе, припарковаться можно. Станция метро рядом. Но все хорошо, только если не будет дождя. Если будет дождь, то здесь, в принципе, вон там есть скрытое кафе. Но мы сейчас узнаем там цены в этом кафе. Посмотрим. Смотрите, мы в столовую зашли. Администратор разрешил нам с собачкой. Кстати, в Москве и в Питере в кафешках разрешают с собачкой часто. На, пить будешь? Напился уже? Все? На, мясо просишь? Сейчас папа даст. Я уже доела свое мясо. Ой, счастливая собака. Да? Все проходят, говорят, ой, какой хороший. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»